Они закричали, а он распорол живот еще. Не волк, но такой же по силе, говорят в Рассонах. Белку теперь хозяйка не выпускает со двора. После того, как уже потеряла молодую козу. На привязи и теленок. Под постоянным присмотром вся домашняя живность. И виной всему аппетит одного беспризорного пса. Вот сено идет, как качать, не знаю как. Мы скачили, а как сушить, не знаю. Значит, скачина должна стоять только в клеве. Мы не можем ее оставить. Говорю, это проблема номер один. О компенсациях за уже убитых животных речи, конечно, никакой не идет. Люди даже не предполагают, кто бывший хозяин Хаски. Каждое утро местные жители просто делятся новостями. Очередных нападений, подсчитывая урон. На десятки-то точно будет, потому что жалобы были неоднократные. По соседству здесь много жалоб было на нее, на эту собаку. Ну и на непредсказуемо, она как на вулканы какого-то похожего. Вот глаза такие у нее голубые. О белоснежной собаке первая информация появилась в местных социальных сетях несколько месяцев назад. Хаски – это скорее прозвище от горожан. Собака – просто метис крупной породы. Но вот что без сомнений, так это охотничьи задатки полуволка. Он по-пластунски к ней. Коза мечется, а куда ей? На цапу. На цапу. 30 метров собака не подпускает. К женщинам и детям никакой агрессии. Все уверены – хаски подбросил кто-то из городских. Сегодня рассоны разделились. Одни требуют убрать собаку с улиц, другим четвероногий стал другом. Поэтому традиционный способ решения проблемы, к которому всегда прибегали, в этом случае решили не применять. Мы их отлавливаем, потом отвозим в ветеринарную станцию, где мы их усыпляем, если не находятся хозяева. Но эта собака просто такой породы, которая хорошая. Мы бы не хотели, конечно, лучше отдать ее в добрые руки кому-то, чем ее усыпить. В крупных городах созданы специальные питомники, где собаки могут месяцами ждать своих новых хозяев. В райцентрах такой практики нет. И хаски в рассонах – первый случай, когда будущее пса так широко обсуждают. Верх берет именно гуманный способ решения проблемы. Судьбой рассонского хаски заинтересовались и кинологи из Витебска. Собаку сначала готовы взять на перевозь питания, а потом и пристроить в хорошие руки. Дело осталось за малым – пса поймать. Олег Шапель, Олег Горюнов. Наши новости. Витебская область.